Всем привет мои дорогие друзья я рад вас приветствовать на новом ролике этот ролик был запланирован еще очень давно и честно у меня руки до него поднялись только сейчас у меня очень много разных сюжетов есть еще в багажнике которым я бросил думая что пока хватает потом начались заказы потом предложения от вас и я забыл об этом багажнике и сейчас когда я нашел его думаю можно показать сначала этот сюжет может быть через месяц еще покажу какой нибудь новый сюжет а то сюжета на власти кончаются. так как вы почти все раскупаете как горячие пирожки это благодарность спасибо и переходим к ролику холод тьма спокойствие последний час моей жизни был для меня потрясением сначала пришедшая давакин сумела меня победить и убить пыталась поглотить мою душу но рот у нее слишком маленький моя душа отправилась как атошу моему отцу для перерождения ха 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 она сделала это наконец ты мне не нужен мой мир стабилизировался отец что ты хочешь этим сказать существо напоминающие человека с золотой чешуой вместо кожи и золотой броней сидела на троне и усмехалась ты мне не нужен больше я приказал давакину избавиться от тебя что послужило последней частью ритуала ты сделал свое дело но почему я делал все что ты мне говорил ты просил чтобы я нападал и сжигал города в мою душу полетела черная волна и я не услышав ответа оказался плывущим в успокаивающей тьме которая помогает мне принять действительность холодно хих алдуин бич богов пожиратель миров первенец дракон и так умер предательство от отца я всегда был предан родственным связям как и любой дракон драконы самые верные существа только заработать нашу верность почти невозможно одна ошибка и ты чужак больно как больно не знаю сколько я плавал в этой тьме время перестало существовать я только чувствовал отчаяние боль и тоску как там мои братья что будет с остальными драконами я не мог дать ответа на эти вопросы холод пустота тепло я почувствовал тревожный взгляд наполненный любовью теплом и заботой а еще страх не страх передо мной а страх за меня что-то нежно взяла мою душу в руки холодные до такой степени что они казались теплыми если не сжигающими холодное тепло нежно грела меня даря успокоение и излечивая душевные раны оставленные последней атакой отца ничего не вижу но чувствую что меня куда-то несут ко рту поднесли что-то мягкое и теплое приятный и вкусный запах открываю рот и чувствую как к моим губам прикоснулась это постойте губам а не к пасти откуда у дракона губы хмм я знаю что я дракон но я знаю теперь что и человек знаю что я это все вместе вкусно приятно в рот льется питательная жидкость которая разливается внутри моей души давая силу грудное молоко пришло осознание этой жидкости никогда не пил его не было у меня матери которая могла накормить меня таким образом окаташ скармливал с самого детства души героев но молоко теплее и приятней резкий свет меня ослепил я сижу на коленях у девушки красивые каштановые волосы белая кожа зеленые глаза подведены красивым рисунком на голове черная корона одета она в черное платье на шее у нее кулон в виде черепа эта девушка сидит на черном троне она прекрасна вот первая мысль которую я осознал никогда не питал чувств к человеческим женщинам да вообще ни к чему не питал я таких чувств мне было все равно но тут я растерялся девушка посмотрела на меня и показала свою теплую и родную улыбку хватит да и нам я оторвался от груди девушки на которую смотрел до этого и увидел другую огненно-красные волосы голубые глаза гладкая и нежная кожа на шее у нее было ожерелье в виде дракона одета она была в красное платье ее взгляд был полон любви нежности и обиды на свою сестру откуда я знаю что они сестры меня с охотой передают в руки огненно-волосой и я понимаю что на вид я человеческий ребенок который выглядит на два года маленький и беззащитный огненно-волосая берет меня на руки и подносит к уже оголенной груди снова приятная жидкость течет по моему горлу на вкус она другая но ничуть не хуже снова сила начала наполнять меня я начал подрастать прямо у нее на руках и уже сижу на коленях какие выжидные я тоже должна раздался третий голос у третьей девушки были светлые волосы карие глаза нежно-розовые губы одета была в голубое платье открывающие вид на нежные плечи и с вырезом на груди она сидела на серебряном троне рядом с другими двумя сестрами она взяла меня посадила на колени и поцеловала в лоб после снова поднесла к моим губам грудь дав новой жидкости пролиться в мой рот я был счастлив я никогда такого не чувствовал от этого на глазах появились слезы хи хи смешно я дракон которому несколько тысяч лет который пожирает мир и души людей и я плачу мама против воли вырвалась из моих губ когда я выпустил грудь мамы я в недоумении посмотрел на трех сестер которые улыбались и степлом наблюдали за мной светла волосая поставила меня на ноги теперь на вид мне лет пять она подвела меня к красному креслу оббитому бархатом помогая сесть в него да ты наш сын сын трех сестер смерть магия и судьба сказала девушка показывая на себя и на своих сестер в порядке тога как я переходил к ним до этого мы рады что смогли тебя найти и вернуть сказала улыбающаяся магия к сожалению во время твоего рождения мы были слабые тебя смогли похитить сказала светла волосая судьба хи хи я так и думал что судьба блондинка на мои мысли две сестры засмеялись а судьба обиженно надула губы они мысли читают нет ты сказал это вслух тут нет такого понятия как мысли тут только голос души сказала смерть тебя похитили и отнесли в закрытый мир в который мы не могли попасть это уже сказала магия тебя использовали как стабилизатор этого мира золотой ящер окаташ давно просил у нас дать ему мир для правления мы ему отказывали потом он сбежал с тобой и спрятался когда мир стабилизировался он выкинул тебя в ничто объяснила судьба и тогда я наконец смогла тебя найти смерть меня погладила по голове и поцеловала в макушку теперь зная кто они такие я на самом деле чувствовал себя маленьким и слабым ребенком только подумать меня похитили от матерей меня охватила злость и да детская обида не знаю сколько мы так просидели я не чувствовал времени я был поглощен любовью и заботой матерей я был счастлив как никогда прошли года века нашего общения но для нас один миг однажды смерть сказала алдуин нам придется расстаться с тобой на некоторое время что нет не пущу возразила магия ты сама понимаешь что так надо мы сами не хотим но нам придется вмешалась в судьба но он еще такой маленький и слабый магия не желала отступать ему ничего не грозит там он будет сильнейшим и мир находится в нашем подчинении мы будем следить за ним и помогать пыталась успокоить магию смерть мы не можем потерять и этот мир сами вмешаться не можем но алдуин как наш сын может помочь моя дракония сущность взрывыла моим матерям нужна помощь да я сделаю что угодно уничтожу миры создам новые готов сделать невозможное для них отдам свою жизнь за них вот что значит быть истинным драконом я пойду нет плевать на мир ты будешь со мной магия не хотела отпускать меня судьба и смерть понимающие смотрели на нее но они знали что по-другому никак потеря этого мира в первую очередь ударит по тебе ты и так лишилась многих сил если дело пойдет так и дальше то ты можешь исчезнуть сама что я должен делать взрывал я на вид мне сейчас было лет десять алые глаза белые растрепанные волосы должно было смотреться забавно магия со слезами на глазах обняла меня прижала крепче и сказала хорошо мы отправим тебя в мир где есть магия но она умирает ты наш сын вестник наших сил и значит можешь восстановить магию в этом мире ты переродишься в том мире удачи сынок мы будем следить за тобой и если потребуется поможем ничего не бойся не забывайте кто он там он будет богом повеселись там сынок может понравиться сказала с грустной улыбкой судьба мы будем скучать и ждать тебя три сестры три матери поцеловали меня в лоб и щеки вспышка темнота тепло пов взгляд со стороны роды были тяжелые но сейчас счастливая мать была в палате одна со своим новорожденным сыном она кормила его грудью держа в руках наконец ты появился я так счастлива жаль что твоего отца нет он наверное отмечает твое рождение со своими друзьями нет чтобы побыть тут с нами ох не будем об этом еще и дамблдор ввязал его в войну против нового темного лорда я просила его уехать отсюда но как он может оставить свою страну школу и друзей в опасности а что семья будет тоже в опасности это не важно услышав это маленький младенец жжал кулаки и сердито прищурился но после просто неуклюже погладил свою мать надеюсь ты будешь более внимательным когда вырастешь ты будешь сильным и красивым волшебником за которым будут бегать все девчонки мы так и не сумели подобрать тебе имя выбирай гарри артур или редрик младенец несколько секунд не реагировал на вопрос своей матери а та и не ждала реакции просто рассуждала вслух делая вид что общается чтобы успокоиться и отстраниться от мысли о муже но младенец открыл глаза оторвался от груди открыл рот в котором на мгновение проросли маленькие клыки зеленые глаза вытянулись в узкий зрачок напоминающий драконий раоаэр забавно прорычал младенец его глаза стали нормальными а клыки исчезли Мать же подумала, что ей на мгновение всё это показалось. Хах. Привидится же такое, надо отдохнуть. Может, тогда назовём тебя Алдуин. Алдуин Джеймс Поттер. Звучит неплохо. Значит, так и будет. Плевать, что скажет твой отец, мы с тобой решили. Младенец лишь согласно огукнул. Странно это, быть человеком и драконом одновременно. Я знаю, что могу обратиться, но зачем мне это? После моего рождения прошло уже два года. Что я могу сказать? Лили Поттер, являющаяся моей мамой, да, она теперь мне мать, она удивительно похожа на трёх матерей. Глаза смерти, волосы магии, улыбка судьбы. Характер же, сборная солянка всех трёх. Серьёзность смерти, игривость судьбы и забота магии. В ней я видел их. Лили стала мне семьёй. Джеймс Поттер. Могу сказать, что не везёт мне с отцами. Джеймса никогда не было дома. Он постоянно развлекался со своими друзьями и бегал по заданиям одного архимага по силе, по имени Дамблдор. Ладно бы, если он этим кормил семью, но нет, бегает ради идеи. Даже в моём культе все жрецы получали за службу золото, артефакты и силу. Два слова, дракон презирает. Да, я презираю его. По факту бросить сына и жену, этого я не могу простить. Мои отношения с Джеймсом были натянутыми. Я презирал его, он это видел, пытался исправить первые несколько месяцев, потом остыл и не обращал внимания. Ну, как пытался исправить. Глупые игры, агу, ага, где папа? Вот он. Вот и все попытки. Теперь поговорим о, друзьях, моего отца. Мой драконий нюх чётко чувствовал все запахи. От худого, занюханного, человека разило оборотнем. Тут я прифигел. Не от того, что он оборотень, а от его вида. В Скайриме оборотни в человеческой форме всегда были крупными и сильными людьми. Это же, такое чувство, что он болеет каменной подагрой и хрипунцом. Болезнями Скайрима. Но оборотни же не могут болеть. Кроме того, он был низшим и неконтролируемым оборотнем. Воля его была слаба. Был ещё низенький и толстенький человечек. От него пахло злокрысами. Он мне сразу не понравился, что я и показал, выдохнув ему в лицо пламя, когда мне было полгода. Это списали на магический выброс, мама была рада и как-то мстительно смотрела на крысёныша. Папаша только посмеялся над своим другом. Крысёныш пытался убрать ожог. Убрать ожог от драконьего пламени без помощи дракона. Ни за что. С того дня у него на пол лица зияет шрам. От третьего пахло псиной. Не оборотним, а именно псиной. Мокрый и облезлой. Он иногда приставал к Лиле, Джеймс на это только улыбался. Ему я наслал импотенцию, используя магию жизни. После этого он ходил такой же печальный, как и оборотень. Но к маме не приставал. Забыл упомянуть. Запах отца полностью подходил ему. Олень. Когда он взял меня на руки, я почувствовал его запах. Я вспомнил, как ел этих вкусных, теплых, сочных. Короче, у меня выросли клыки, я откусил у него палец и проглотил. Списали снова на магический выброс, что-то про заклинание, сека. Пытались найти палец, но... Не сумели. Джеймс же от болевого шока не помнил толком ничего. Теперь ходит без пальца. Все время я сидел дома с мамой. Потом пришел старый архимок, что-то наговорил отцу, забрал средненький артефакт, в котором я признал зачарование, невидимости, и, приглушение шагов. Время шло, архимок и друзья, отца, забегали к нам все чаще. Я не слушал их сильно. Было что-то о пророчестве, охоте и сокрытии. Пусть играются, главное, чтобы не трогали мою мать. Лили всеми силами пыталась помирить меня с Джеймсом, но ему это было не сильно интересно, а мне вообще не надо. У меня появилась сильная нелюбовь к отцам вообще. Мне уже три года, отец дома и даже трезвый. Вот, что значит отучил. Заклинание магии жизни, портящие вкусовые рецепторы на алкоголь мне в помощь. Но и импотенцию накинул ему. Мне было противно знать, что он трогает мою мать. Парнокопытное, подрасту, сожру его. Так вот, отец дома, Лили в моей комнате и разговаривает со мной. Все эти года она почти все время была со мной, заботясь и ухаживая. Она заработала верность дракона. Раздался стук в двери, отец пошел открывать. Крик, звук падающего тела. В комнату заходят двое. Один в черном балахоне и с волшебной палочкой. Другим был архимок, по имени Дамблдор, который находился под артефактом отца. Он стоял, направляя палочку в первого. Нет. Пощади. Убей меня, но сохрани моего сына. Закричала Лили. Я напрягся. Я уже знал, что отец мертв, драконье зрение, не шутка. Я стоял, держась за стенки своей кровати, волшебник в черном направил палочку на Лили. Но уж нет. Да я тебя в обливион изгоню. Только он собрался, что-то произнести, как я начал действовать. Фусрода. Призвал я ту ом безжалостной силы, который отбросил архимога и волшебника, посмевшего напасть на мою мать. Они отлетели и пробили с собой стену. Я направляю руку на землю и призываю Дримору из нейтрального плана Обливиона, который не подчиняется никому и живет за счет призывов. Господин. Я слушаю вас. Сказал Дримора, закованный в черно-красную броню. В руках у него был меч, голову венчали два огромных рога. Лили лежит на полу и смотрит за всем, происходящим тут. Показываю на волшебника в черном балахоне. Дримора радостно подскакивает к нему и отрубает голову. Кате. Кто вы такой? Демон. Опомнилась Лили, наставляя палочку на мой призыв. Я слуга господина Алдуина. Он призвал меня для защиты и для помощи, Дримора показал на меня. Вам не стоит беспокоиться, госпожа. С этим позже разберусь, надо сообщить Дамблдору. По связи хозяин призыв, созданный для лучшего управления призывами, даю инструкции Дриморе. Господин приказал показать вам это, Дримора кончиком клинка сбрасывает накидку невидимости с архимага, который был без сознания. Господин сказал, что он пришел с этим магом. Я прямо чувствую всю растерянность и страх Лили. Накладываю на нее успокоение и даю новые инструкции Дриморе. Говорить сам я толком не могу, но драконьи крики, это может каждый дракон с самого первого вдоха после рождения. Господин просит, чтобы вы принесли карту. Успокоившись, Лили посмотрела на меня, я ей кивнул, улыбаясь улыбкой с появившимися молочными зубами. Она улыбнулась мне в ответ и ушла, вернувшись через пару минут с книгой, в которой была карта. Заклинание нахождения пути на карту с установкой безопасного тихого места. На карте появился крест, в одной из частей гор. Приказ Дримори. Возьмите господина, он нашел безопасное место. Лили взяла меня на руки, Дримора коснулся ее плеча, вспышка, и мы в пещере. Пов взгляд со стороны. С того момента, как юный Алдуин и Лили сбежали от всего мира, прошло три года. Мир знал, что они живы, но не мог их найти. Заклинания надежно скрывали мать и сына от недругов и всех тех, кто может им навредить. Первые полгода они жили в пещере, которую Лили обустроила благодаря заклинаниям. Еду им приносил Дримора, которого Алдуин призывал для охоты или для похода в город. Лили под иллюзиями сына ходила в город за всем необходимым. Она ждала, когда ее сын нормально или хотя бы терпимо научится говорить. Она, конечно, получила часть ответов от Дриморы, через которого Алдуин с ней общался, но не все ответы. Алдуин пользовался заклинаниями призывов, изменений и колдовства, его целью было создать дом для себя и своей матери. На это Лили смотрела, открыв рот. Не каждый день можно увидеть, как ледяная глыба рубит деревья, сприган обрабатывает это дерево, а зомби ходят и строят огромный дом. Но больше ее удивило то, что сын, которому не исполнилось и четырех, из камня создает железо, из железа, серебро, из серебра, золото. В три года. Без волшебной палочки. Вечная трансфигурация. Дом был зачарован защитными заклинаниями на сокрытии. Стены украшены шкурами животных, на стенах висели мечи, топоры и щиты, принесенные призванными созданиями. В спальне Лили, где она спала вместе с сыном, было несколько манекенов с платьями, которые также принесли призывы. Шкафы были полны вещей, склады никогда не были пустыми. Мать и сын могли полностью отделиться от мира, не боясь быть раскрытыми. Алдуин, тебе уже пять лет, я знаю, что ты умеешь говорить, хватит молчать или общаться через своих демонов. Или ты не хочешь говорить со своей мамой. Сказала Лили, зная слабость своего сына. Она знала, что Алдуин любит ее и старается всеми способами не обидеть. На это Алдуин лишь подбежал, обнял ее и сел рядом на стул. Нет, мама, что ты хочешь у меня узнать? Да, Алдуин старше, сильнее и умнее Лили. Но он дракон, признавший ее своей матерью, с этим он ничего не мог сделать, такова сущность истинного дракона. Я хочу знать, что происходит, откуда у тебя такие силы, это были ее основные вопросы, на другие она уже дала ответ сама себе. Образ Дамблдора был разрушен, он позволил убить Джеймса, хоть последние годы она с мужем не общалась, но все же. А также он почти позволил темному лорду убить ее саму. Если бы не сын, что бы было тогда? Тогда слушай. Временное отступление. Лили смотрела, как ее десятилетний сын тренируется на мечах с закованным в броню и вооруженным двуручной секирой Дримарой, которого тут называют демоном. Прошло столько лет, она столько видела, но поверить все еще трудно. Ее сын, ребенок трех сестер, который был рожден тут для помощи миру. Ее сын, дракон, к которому иногда прилетали другие, дикие драконы, на поклон. Ее сын, могучий воин и волшебник, которому предстоит изменить мир. Странно, она знает, кто такой Алдуин, знает его силу, историю, но все равно считает его своим сыном и боится за него. Когда он в детстве падал, она пугалась, когда он получал ранения на тренировках, она плакала, Алдуин на это только улыбался, лечил порез и шел успокаивать ее. Она смотрела на своего сына, который сдерживал удар секиры своим мечом. Высокий, пепельные волосы, глаза поменяли цвет на алый. Хорошая мускулатура, не перекачанная, а просто плотная, которая не пугала, а привлекала. Вот он контратакует и с улыбкой развеивает демона. Невольно она залюбовалась этим всем. Десятилетний мальчик выглядел как тринадцатилетний подросток, уверенный в себе и в своих силах. Конец пов взгляд со стороны. Развеяв дремору, я направляюсь домой. Лили сидит на крыльце и смотрит, чтобы ничего не случилось, она четвертая мать, которую я никогда не смогу бросить и предать. Скоро мне будет одиннадцать лет, мне надо будет отправиться в Хогвартс. Странное дело, наш дом никто не может найти, но почтовые совы могут прилететь к нам с почтой. Столько писем приходило от Дамблдора и от других людей, но они остались без ответа, просто сожжены. Для учебы мне нужна будет волшебная палочка. Дакши Агорату эту зубочистку. Что с ней наколдовать? Да и не нужны мне эти палочки и посохи вообще. Заклинанием этого мира я не учился у Лили, они мне были без надобности, да и в школе мне все равно придется учиться. Видите ли, магический договор со школой был с самого моего рождения. Я могу его разрушить, но это скучно. Не знаю почему, но я себя начал вести как ребенок, мне хочется шалить, играть и покостить. Там я смогу повеселиться. Алдуин Джеймс Поттер. Куда ты идешь? Спросила Лили, увидев, как я иду в лес. Ах. Я же знаю, что ей не понравится то, что хочу сделать. Хочу трансформироваться для добычи ресурсов на артефакт. Каких ресурсов? Как я надеялся, что она не спросит этого. Драконья кровь и кости. Опять будешь себе руки резать? Да это было один раз. Я хотел меч из своей кости сделать и сделал. А руку вырастил за час. Мне понадобится только палец. Он вырастет за 10 минут. И зачем тебе это? Мне палочка не нужна, непрактичная и неудобная. Заклинания этого мира плохо работают без палочки. Работают, но плохо, по-моему, это один из признаков, исчезновения магии. Для концентратора я хочу сделать себе кольцо. Всегда на руке и не мешает. Было видно, как Лили думает. Она понимала, что просто так делать что-либо не буду, но знать, что сын пошел отрезать палец, пусть и в драконьей форме. Хорошо, но я с тобой. Пов взгляд со стороны. Отойдя от дома, мальчик начал покрываться черной чешуой, увеличиваться и расти. Через полминуты на поляне стоял трехметровый черный дракон с костяной короной и красными глазами. Он вытянул левую лапу вперед, а правой лапой отрезал один из пальцев. Лили испуганно взвизгнула и побежала к дракону, она оторвала от своего платья кусок и начала заматывать лапу дракону. Алдуин на это довольно прорычал, отодвинул женщину и освободил лапу. Пара минут, несколько заклинаний и палец снова отрез. Полминуты, и на поляне снова стоял мальчик с матерью, которая держала в руках кровавый кусок ткани и палец дракона. Не могу спокойно на это смотреть. Сказала девушка, Алдуин же улыбнулся и пошел домой в лабораторию. Дома он взял кровавую тряпку и выжил из нее кровь, которая под манипуляциями магии начала сжиматься и превращаться в три небольших рубина. Кость он начал трансформировать в драконье серебро. Алдуин вспомнил кулон своей матери смерти в виде черепа и ожерелье магии с драконом. Улыбнувшись, он создал из драконьего серебра череп, а потом и маленького дракончика, обнимающего одним крылом и хвостом череп. В одну глазницу черепа он вставил кровавый рубин, а два других вставил в глаза серебряного дракончика. Трансформированная кость сына трех сестер, как и рубина из его крови, прекрасно собирали магическую силу и давали возможность управлять ей. Левиоса Произнес юный дракон урезанное заклинание левитации, наставляя кольцо на пальцы на одну из склянок для зелий. Та незамедлительно приподнялась. Довольная улыбка появилась на лице Алдуина. Осталось только зачаровать на пару заклинаний и все готово. Но волшебную палочку придется все равно купить. Незачем лишним людям знать о кольце, хоть это и не критично. Конец пов взгляд со стороны. 31 июля мне исполнилось 11 лет и прибыло, письмо счастья. Школа чародейства и волшебства, Хогвартс. Директор, Альбус Дамблдор. Кавалер ордена Мерлина Ай-Степени, великий волшебник, верховный чародей, президент Международной конфедерации магов. Дорогой мистер Поттер. Мы рады проинформировать вас, что вам предоставлено место в школе чародейства и волшебства, Хогвартс. Пожалуйста, ознакомьтесь с приложенным к данному письму списком необходимых книг и предметов. Занятия начинаются 1 сентября. Ждем вашу сову не позднее 31 июля. Искренне ваша. Минерва Макганагал. Заместитель директора. Школа чародейства и волшебства, Хогвартс. Студентам-первокурсникам требуется 3 простых рабочих мантии, черных. 1 простая остроконечная шляпа, черная, на каждый день. 1 пара защитных перчаток, из кожи дракона или аналогичного по свойствам материала. 1 зимний плащ, черный, застежки серебряные. Пожалуйста, не забудьте, что на одежду должны быть наши тибирки с именем и фамилией студента. Каждому студенту полагается иметь следующие книги. Курсическая книга заговоров и заклинаний, первый курс. Миранда Гусокл. История магии. Батильда Бэкшот. Теория магии. Адальберт Уофлинг. Пособие по трансфигурации для начинающих. Эмерик Свич. Тысяча магических растений и грибов. Филли Доспора. Магические отвары и зелья. Жек Мышеков. Фантастические звери, место обитания. Ньют Саламандер. Темные силы, пособие по самозащите. Квинтин Тримбл. Также полагается иметь. Один волшебную палочку, один котел, оловянный, стандартный размер номер два, один комплект стеклянных или хрустальных флаконов, один телескоп, один медные весы. Студенты также могут привезти с собой сову, кошку, или жабу. Напоминаем родителям, что первокурсникам не положено иметь собственные метлы. Какая прелесть. Да так ни один ерл не представлялся. Ну-ка, я попробую. Алдуин, сын магии, смерти, судьбы. Сын Лили Поттер, пожиратель миров, бич монархов и богов, предвестник апокалипсиса и разрушений. Эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр, мое эго поистине дракония. О чем ты там задумался? Слишком довольное лицо. Вырвало Лили меня из грез. Да вот, письмо пришло, я задумался. Значит, нам пора выходить из нашего тихого уголка. Так, книги, одежда, котлы, ингредиенты. Нам придется за всем этим идти завтра. Сегодня твой праздник. Одиннадцать лет. Вообще-то мне примерно тридцать тысяч лет, плюс-минус еще тысяча. Ай. Зачем? Потер я голову от подзатыльника Лили. Сказал бы мне кто раньше, что я буду в угол ставить древнего дракона, сдала бы того в Мунго на лечение. Да хоть тебе миллиард лет. Не спорь с матерью, собирайся и пошли. А куда? Это сюрприз. Смирившись, я пошел за Лили. Она отвела меня к порталу, который я установил на выход в Лондоне, взяли машину и поехали в неизвестном мне направлении. Меня застали врасплох. В середине железной дороги. Что? Неужели? Я оглянулся. И я знал, что пути назад нет. Не может быть. Мысли мчались. И я думал, что я могу сделать. И я знал. Ты мне, ты мне ничем не поможешь. Барабаны. AC слэш DC. Не может быть. Они сегодня дают концерт. Но как? Ноу, твоей маме пришлось стать анонимным спонсором и пожертвовать крупненькую часть золота. Которую ты сам и создал, добавила она в конце. Но для меня это было не важно, я попаду на концерт AC слэш DC. Я когда в первый раз услышал их песни, простоял два часа, прокручивая один и тот же трек. Ах, как же мой туом хочет вырваться наружу. Придя на переполненную площадь, на сцене которой разворачивалось событие века, я держался минут десять, просто наслаждаясь и слушая. Мама держала меня за руку, она тоже была довольна. Ара-ара-а. Не могу удержаться. Направляю голову вверх и начинаю подпевать, вкладывая драконий туом. В начале каждой строки надо мной взрывался воздух, звучал гром, потоки ветра сбивали людей, но они только наслаждались этим. Мой туом, сравнялся по громкости с множеством динамиков на сцене. Люди подхватили меня на руки и понесли к сцене. Брайан Джонсон пел вместе со мной. Это было одно из самых ярких событий в моей жизни. Я находился на сцене и пел, до самого конца концерта, после чего мне с мамой пришлось быстро телепортироваться домой, спасаясь от восторженной публики. На следующий день, мы отправились в косой переулок за учебными принадлежностями. Первым местом, которое мы решили посетить, был банк Грин ГС. На лестнице у входа стояли два гоблина в доспехах. Как они тут умудрились так развиться? В моем прошлом мире они жили в пещерах, питаясь крысами. А зубы и у этих подходят для такой трапезы. Да, господа волшебники. Обратился к нам один гоблин за приемной стойкой. Я почуял все презрение, которое он вложил в эти слова. Будь почтителен, ничтожество, обращаясь к сыну трех и к женщине, которая позволила родиться ему в этом мире. Сказал я на древнем гоблиндуке. Проживите с мое и не такие языки выучите. Гоблин от моих слов задрожил, выпускаю часть силы, направляя на него ту силу, которая заставляла армии падать на колени и молить о пощаде или быстрой смерти. О-о-о, калейдоскоп цветов, красный, оранжевый, зеленый. Да он повторил все цвета радуги за пять секунд. П-п. П-пройдемте за мной, выпалил он напоследок и пошевелил ножками, введя в центр банка. Что ты ему сказал? Спросила Лили. Поздоровался, пожелал хорошего дня и попросил отвезти к вождю. Вежливость города берет. Недоверчивый взгляд, вот, что я получил от Лили, эх, не верит мудрому дракону. Плак-плак. Через несколько поворотов и коридоров, нас привели к золотой двери, украшенной драгоценными камнями. Прошу подождать. Сказал гоблин, запрыгивая в двери. Бам-звездочка-звездочка-бум-звездочка-дезинь-звездочка-ай-ай-ай-ай-краткое. Через десять секунд вышел гоблин, который нас встретил и проводил. Он выглядел, не очень, да, скажем, что не очень презентабельно. Вождь про, разре, готов вас принять. Хи-хи, правильно, просить или разрешать мне что-либо. А здешние карлики умные. Мы вошли, нас встречает зубостый карлик, который улыбается и низко поклонился нам в ноги. Вождь гоблинов больше клык, рад приветствовать почтенных гостей, мистер и миссис. Поттер. Подсказала мама. Ну конечно. Что я могу для вас сделать? Мы снимаем все наши деньги из этого банка и забираем все наше имущество к себе домой. Сказал я. Да, у нас и так много денег. Но какой бы я был дракон, если бы не хотел больше. Тем более, меня выворачивает наизнанку от мысли, что мои с Лили деньги и золото находятся не у нас в руках. Но. Ах да, как скажете. Для этого нужна капля вашей крови, а именно для установления прав. Вы, все-таки, так долго скрывались от мира. Лили достала булавку и проколола себе палец, капнув на свиток. Тот покраснел. Чудесно, вы прошли. Теперь, господин, ваша очередь. Я повторил процедуру. Свиток сначала покраснел, а потом сгорел, пламя перекинулось на свиток, который был с кровью Лили, сжигая его. Я, я. Вы прошли, можете забирать свое имущество. Сказал гоблин, мы встали и вышли. Не знаю, что он хотел делать с кровью, но теперь ничего не сможет. Да и дел с ними иметь мы не будем. Спустившись в наш сейф, который был в катакомбах, я провожу рукой, не заходя, и все имущество переносится в сокровищницу нашего дома. Когда ехали обратно, я увидел огромную белую виверну. Ну, не дракона ведь держать они тут будут. Это оскорбление матери магии. Выйдя из банка, мы направились по магазинам. Итак, я за книгами. Ты иди в магазин, мадам Малкин за мантиями. И, Алди, хотя бы сейчас ничего не натвори. Да что я? Гоблины хотели нашу кровь получить, зачем нам это? Ну ладно, беги. Сказала Лили с улыбкой, потрепав меня по волосам. Зайдя в магазин одежды, я увидел мальчишку, светлые, зализанные волосы. Он стоял и мирил. Что это? Ага, разворачиваемся и уходим. Сижу и жду, когда придет Лили. Некоторые волшебники с интересом смотрели на меня, кривились и уходили. Ну, для магов, я выгляжу странно. Пепельно-белые волосы, красные глаза, черные джинсы с кожаными вставками и черная футболка и рисунком дракона из огня. Я сейчас угадаю, ты это носить не будешь. Спросила Лили, отдавая стопку книг, чтобы я их перенес. Ты как всегда права, мама. Сказал я, улыбнувшись. Это не одежда мага. Я сам могу ее создать. Тебя не переубедить. Ох, у учителей будут проблемы, улыбаемся и машем. Я маленький, миленький дракончик. Кстати, после осознания, кто мои матери, как я ничтожно мал по возрасту, по сравнению с ними, я на самом деле начал чувствовать себя ребенком. Палочка тебе не нужна, но хоть для вида надо взять. Говорила Лили, отводя меня в магазин волшебных палочек. О-о-о, покупатели. Я так рад вам. Но хватит. Перейдем к делу. Пока я не изменил своего решения. Или мое решение не изменило меня. Хмм, что-то странное и знакомый запах. И это манера речи. На. Бери эту палочку. Она тебе подходит. Все. Бай-бай. Ари Ведерчи. Проваливайте из моего магазина во имя меня. Но, мистер Оливандер, вам не кажется, что надо чуть больше времени для подбора палочки, это все-таки очень важно, возразила Лили. Время, это искусственная конструкция, условная система, основанная на том, что все события проходят в одном направлении. Всегда вперед, но никогда назад. Верна ли концепция времени? Не может быть. Да, это он. Единственный из принцев Обливиона, которого я уважал и рад был видеть. Какие дожди из кошек он устраивал. А во всем виноват сыр. Но не будем об этом, вам пора. Так ты говоришь с тем, с кем уничтожал Третью Луну над Скайримом, говоря, что Луна состоит из сыра, а значит это зло. Ты врешь. Такое я делал со своим племянником. И ему понравилось. Я помню, как он с аппетитом жевал этот сырный кругляш. Хороший и добрый был мальчик, жаль, что мой братец выгнал его. Одним словом, ты не он. Его, к примеру, звали Алдуином, а тебя? Я. Алдуин. Вот. Об этом и я. Ты Алдуин, а он Алдуин, и так, как ты Алдуин, то не можешь быть Алдуином. Так, стоп. Алдуинчик, это ты. Дай-ка я тебя обниму, племянничек. Ну, если подумать, то я не твой племянник, так что, Шиагород, успокойся. Но если ты мне не племянник, тогда не сына Каташа. Тогда ты его отец, а значит и мой. Папа. На кого ты нас покинул? А. А. Папа, смотри, что я сделал. Шиагород отпустил меня из объятий и побежал в подсыпку. Он мне всегда нравился, с ним так весело. Через минуту он прибегает и показывает мне. Ваббаджик. Ты гордишься мной? Ну скажи, что гордишься. Ваббаджик, уникальная вещь, она в себе вмещает неизвестное количество чар. Если просто посылать в него энергию, тогда будет неопределенный эффект, но если умудрится разобраться в структурах, тогда это настоящее сокровище. Терять не хочу, наложить такое зачарование способен только псих. Молодец, Шиа. Я горжусь тобой. А почему ты тут? После того, как Акаташ избавился от тебя, он совсем нудный стал. Все кичил со своими силами, но я и тряснул ваббаджиком ему по голове пару раз. Когда он понял, что избавиться от свиной морды не может, он и меня выкинул. Я плавал, не знаю где, не понимал, что я и почему я. Было так весело, что мне стало грустно. Потом знакомая энергия, вспышка, и я тут уже живу 11 лет. Мастерю виточки по образцам, которые тут были, но с маленькой попровочной. Они внутри с сыром. Надо спасать мир от него. А куда девать, если не в начинку палочки. Создаем будущее детей вместе с движением первых. Будь в движении.рф Классные возможности для раскрытия потенциала, новые друзья, яркие эмоции. Подробнее. Ладно, Шиа, нам пора. Был рад видеть тебя. Пока, папочка, я буду скучать. Мы вышли из магазина, направляясь к выходу из косого переулка. Ааа. Начала Лили. Без слов, психику лечить трудно. Сказал я, покручивая в руках вабаджик, уменьшая и увеличивая его. Алди, ты все запомнил. Учителей слушайся, в драки не лезь, не перевоплощаться без необходимости, по ночам без кольца и этой демонической хрени не ходи. Это вабаджик. Я не виноват, что ты с ним не можешь управиться. В отличие от легенды о дарах смерти, он, реально можно сказать, дар бога. Я просто не верю, что моя мать создала такой посредственный артефакт и дала смертным. По мне, его создал обычный волшебник. Да-да, как скажешь. Самое главное, не потеряй свое кольцо. Я постараюсь купить домик недалеко от Хагварца, чтобы ты мог заглядывать ко мне. Сказала Лили, улыбнувшись и обняв меня. Не переживай, все будет хорошо, люблю тебя, мама. Сказал я, забегая в вагон школьного поезда. Что я делал целый месяц до отправки в школу. Настраивал вабаджик. Доделал кольцо, зачаровав на мгновенную телепортацию к Лили. Создал для себя нормальную одежду, специально для учебы магии. Одна была по образу альдмирского костюма мага. Черная накидка, капюшон, перчатки с металлическими накладками, ботинки с металлическими вставышами. Этот костюм хорошо защищал от направленных заклятий и усиливал боевые. Для большего пафоса назвал его черным крылом. Второй костюм состоял из плаща синего цвета. Высокий воротник, закрывающий часть головы по бокам и сзади. Широкие рукава и пояс с сапфиром, подвязываемый серебряной цепью. Он подходил для официальных приемов и мероприятий, где не принято скрывать лицо, и не позволял тебя свободно рассмотреть. Зачарован был на очарование собеседника, расположение к себе. Подумав, назвал его императорской накидкой. Имперцы всегда умели зубы заговаривать. Третья мантия представляла собой черный бархатный плащ с капюшоном. Он был окантован серебряными нитями, которыми были вышиты маленькие защитные руны. Эта мантия усиливала все черы, магию и увеличивала качество артефактов и зелий, позволяя магии свободней вливаться в творение. Но и во время творчества могут быть взрывы. Она также защищала от магии. Ее я буду использовать каждый день для учебы. Назвал же ее плащом архимага. Стоит ли говорить, что вся моя одежда была зачарована на поддержание чистоты и целостности? Нет, не стоит. Такое зачарование мог сделать кто угодно в моем прошлом мире, иначе из-за войны и грязи одежды не напасешься. Проходя по поезду в один из свободных вагонов, все ученики могли видеть симпатичного парня с лохматыми, пепельными волосами, которые слегка закрывали глаза красного цвета. Одет он был в черную футболку с белыми полосами по бокам и тремя белыми ромбами по центру. Белые джинсы и черный рюкзак за спиной. Найдя свободный вагон и заняв его, я запер дверь и заклятием. Не люблю лишних людей в зоне моего комфорта. Поезд тронулся, а я задумался. Что мне делать для возрождения магии? Первое, освободить драконов и восстановить им разум. Большинство драконов этого мира мало чем отличаются от животных. Да их даже в загонах держат. Сущность магии, которую они обозначают, держат на цепи. Сила, верность, гордость и ум, вот что должна показывать магия, а значит и драконы. Но их забивают и делают перчатки для полки грядок. Второе, надо вывести магию в человеческий мир. Маги скрываются от обычных людей, не давая магии подпитываться от обычного человека, или как тут их называют, маглов. Волшебники презирают людей и думают, что они слабаки. Ха-ха-ха, смешно. Любой хорошо обученный человек, может убить мага. Соратники или темное братство тому пример. У соратников не все были оборотними, а только внутренний круг. Темное братство действовало скрытно. Они били из тени и не брезговали едами. И встает вопрос, как все это организовать. Ответ прост. Тук-тук-тук. Мои размышления прервал стук в двери. Заклятие тишины и нет проблем. Итак, ответ прост, захват власти. Для этого у меня есть опыт, но тут надо действовать мягче, чем в Скайриме, можно идти ранее, но мама не одобрит. Мне нужны помощники для соблюдения порядка. С этим опять нет проблем, воссоздам тут драконий культ, который будет верен мне. Я размышлял над этим всем, пока поезд не начал останавливаться. Надев плащ Архимага, я вышел из вагона. Первокурсники. Первокурсники. Все сюда. Нас встречал толстый великан, на его лице была густая борода, которую он, похоже, никогда не мыл. Он высматривал в толпе кого-то, но не мог найти. Плюнув, он повернулся к нам спиной. Все за мной. Не отставайте. Этот великан отвел нас к причалу, у которого были шлюпки. Получив команду садиться по три человека, мы поплыли. К моему сожалению, ко мне подсел какой-то рыжий парень, в старой мантии и веснушками на лице. Вместе с ним ко мне села девочка с лохматой прической и большими передними зубами, которые делали ее похожей на злокрысу. Привет, меня зовут Рону Изли, а ты кто? И почему у тебя такая странная мантия? Ты чистокровный. Последние слова он сказал, поморщившись. Хмм. Алдуин Поттер. Я не принимаю суждений о чистоте крови. От того, что твои родители маглы, не зависит твоя сила. Тут я прав, от того, что твои родители волшебники или обычные люди, магическая сила не зависит. Но я исключение по понятным причинам. Вообще, мать магия пытается восстановить силы, даруя детям свою силу. Так ты Алдуин Поттер. Это правда, что ты магическим выбросом оглушил того, кого нельзя называть, а потом твоя мама отрубила ему голову. Так вот как это предоставили миру. Мама мне рассказывала про какое-то там пророчество, из-за которого темный маг и устроил охоту на меня. Только ушел из мира пророчеств древних свитков и опять в ту же деревню пальнул огнем. Ооо, я читала об этом. Я Гермиона Грейнджер, мои родители, дальше я не слушал, надел наушники и слушал музыку, не обращая внимания на то, что эти двое мне говорили. Выплыв на середину озера, я увидел замок. И, ничего особенного в нем не обнаружив, просто плыл дальше, не обращая внимания. Заплыв в пещеру и пройдя по коридорам, мы встретили высокую пожилую женщину, которая начала говорить, но я не слушал ее. Вот она наконец ушла, а Рыжий снова пристал ко мне. Успокойся, Алдуин, если ты оторвешь ему язык, мама будет расстроена. А это что у тебя? Этот, этот идиот. Он тронул мои наушники и снял с меня. Фуз. Шепот, но не крик, Рыжего Идиота сбивает с ног и заставляет несколько раз перевернуться на полу. Все ученики посмотрели испуганно на меня, многие начали шептаться о магическом выбросе. Ну да, они то думают, что без палочки колдовать нельзя. Хааа, так и надо предателям крови. Я Малфой, Драко Малфой. Сказал зализанный блондин, подойдя ко мне и гордо посмотрев на меня. Главное не сжечь, я обещал. Алдуин Поттер. Хмм, странно, говорили, что у тебя должны быть черные волосы и зеленые глаза, но это не важно. Скоро ты поймешь, что одни семьи волшебников лучше других. Я же предлагаю тебе помочь в этом разобраться. Сказал блондин, протягивая мне руку. Фуз, Ро, новый шепот. Блондина швыряет в двух крепких ребят, сбивая и снося их с собой. Их приложила к стенке, сначала была минутная тишина, но потом они застонали. Ох уж эти магические выбросы, извиняюсь, но вынужден отказаться от твоего предложения, Драко. Я и сам могу разобраться, а если и нет, у меня есть у кого спросить, мать у меня жива. Да твоя мать. Не даю ему договорить, иначе быть трупу. Накладываю на него заклятие паники. Он затрясся, заревел и упал на колени, прячась от всех в углу. Когда к нему подошли те два парня, он завизжал. Оу-оу, а что тут у нас? В комнату, где нас оставили, залетели призраки. Мама говорила, что тут водятся привидения. Может, позже их съесть, как и души в Совнгарде. Дети и так взволнованные тем, что тут произошло, испугались еще больше. Я же использовал заклятие малого испуга нежити. Призраки поспешили убежать от нас в другой конец замка. Мистер Малфой, вставайте и хватит так волноваться, это лишь распределение, тут незачем плакать. Вот, возьмите. Сказала женщина, которая нас встречала. Она протянула драко пузырек, тот сначала боялся его взять, но смог дрожащими руками принять и выпить зелье. Через пару минут успокоившись. А вы, мистер Поттер, почему не в форме? Это и есть моя форма. На мои слова женщина начала возмущаться, но я ее не слушал. Нас вывели в огромный зал, в котором стояло пять столов. За четырьмя сидели ученики, а за пятым были учителя. Нас начали по очереди вызывать к табурету и надевать шляпу, которая говорила кто куда пойдет учиться. Я в это время рассматривал зал. Крыша в виде неба была иллюзией. Свечи парили в воздухе и не таяли. Этот зал был в центре замка и держал в себе уйму магии. Возможно, тут я смогу призвать маму в этот мир ненадолго. Я по ним так скучаю. Алдуин Джеймс Поттер Произнесла женщина. Все удивленно посмотрели на меня. За учительским столом я заметил директора, Тога Архимага. Он стал серьезным и немного удивился. Я вышел к табурету, на мою голову положили шляпу. Минута, две, три. Ничего не происходит, шляпа молчит. Я позволил залезть ей в мою голову, но результата так и не было. И что же ты молчишь? Спросил я мысленно. А что мне сказать? Все варианты вам и подходят, и, одновременно, нет. Директор сказал, чтобы вас зачислили в Гриффиндор, но я не могу этого сделать, не могу вас ни в один из факультетов зачислить, они не устроят вас. Ты знаешь, кто я? Да. Тогда делай правильное решение, которое подойдет и устроит меня, магия поможет все устроить. Такого не было никогда, но я сделаю. Сказала шляпа, передавая свои мысли. Дова. Выкрикнула она на весь зал. В следующее мгновение магия этого места закипела, столы с учениками раздвинулись и в центре появился пятый стол, который был меньше, но выглядел шикарней, по краям была дорогая резьба, а единственный стол был сделан из черного металла, отбитого черным бархатом и серебряной нитью. На стене появился пятый герб с изображением дракона. На гербе школы изображающим льва, змею, барсука и ворона пошли изменения. Первая буква названия школы начала исчезать. Вместо нее, появилось изображение дракона, которому склонили головы четыре животных факультета. Вот это другое дело. Улыбнувшись, тихо сказал я. Но в полной тишине, мои слова прозвучали как гром. Я с довольной улыбкой пошел за свой стол, на котором уже появилась золотая и серебряная посуда. В отличие от посуды за другими столами, моя была из настоящего золота и серебра. Но раз с распределением мы закончили, я бы хотел напомнить ученикам, что поход в запретный лес категорически запрещен. Также в этом году коридор на третьем этаже является запретным. Если вы, конечно, не хотите умереть страшной смертью. А сейчас, я объявляю торжественный пир. Сказал Дамблдор, когда смог опомниться. На столе появилась еда, что было за другими, я не смотрел. За моим столом, был зажаренный поросенок, пироги, супы, которые были в Скайриме, вересковые меты. Рулет. Сладкий рулет, Малак бал его по дереве. После окончания перостаросты факультетов начали собирать первокурсников и уводить их в их расположение. Ко мне подошел директор. Алдуин, тут произошла непростая ситуация. У твоего факультета нет своего места, подожди немного, я с деканами что-то решу. Когда он отошел, я встал и наложил на себя невидимость, а затем вышел из зала. Использую заклинание нахождения пути с постановкой задачи, достойное место для жилья. Серебряная нить повела меня через коридоры и передвижные лестницы, через которые я просто пролевитировал. На восьмом этаже нить уперлась в стену. Пара секунд и появляются двери, которые открываются и пропускают меня. Комната была огромна, посередине стояла шикарная кровать черного цвета, в которой вместятся 10 человек. Камин, большой стол. Из комнаты были двери в ванную, в которой был достойный бассейн, наполненный теплой водой, другая комната вела в мастерскую, где была и лаборатория. Хмм, а где мои вещи? Мгновение и мой рюкзак появился на письменном столе. Ха, сойдет. Следующим утром, спустившись в зал на завтрак под невидимостью и сев за свой стол, я увидел обеспокоенный взгляд преподавателей. Снимаю иллюзию, привлекая внимание директора. Он сразу направляется ко мне. Мальчик мой. Меня перекорежило. Ты куда вчера убежал? Мы не могли тебя найти, где ты ночевал. Я нашел место для своего факультета, там и буду жить. Интересно, и где? Тебе неинтересно, где я живу? Сказал я, делая известное движение рукой, да пребудет со мной сила. Ментальные блоки директора были очень сильны, но они ничто перед моим опытом и силой. Звездные войны мы с мамой давно посмотрели, я давно хотел повторить похожий трюк. Да, мне неинтересно, где ты живешь? Повторил Дамблдер. Ах, да, вот твое расписание. Да, директор. Меня пристроили ходить на уроки с Гриффиндером и с Лизерином. Придя на первый урок трансфигурации, я сел один, надел наушники и начал ждать звонка. Слушая наутилус Пампелиус, я не заметил, как ко мне кто-то подсел. Здравствуйте, дети. Я профессор Макганагал, сначала я объясню, что такое трансфигурация. Трансфигурация это раздел магии, позволяющая превращать одни предметы в другие. Нет, мистер Уизли, пресекая ваш вопрос, скажу, что золото, созданное трансфигурацией, будет легко узнаваемо по остаточной магии, такое золото не примут нигде. Также, чтобы трансфигурация стала вечной, вам необходимо стать как минимум мастерами данной науки. Но вечную трансфигурацию мы будем рассматривать на шестом курсе. Итак, сегодня ваша задача, превратить спичку в иголку до конца занятий. Сказав заклинание, Макганагал начала ходить между парт. Я снова надел наушники и прилег на парту, но отдохнуть мне не дали. Людям не говорили, что нельзя будить спящего дракона. Моим нарушителем спокойствия, оказалась девочка, что плыла со мной в лодке. Кажется, ее зовут Гермиона. Ты что делаешь? Пытаюсь подумать о спасении этого мира. Очень смешно. Мы на уроке, будь добр, выполняй задание. Тебе какое дело? Мы на разных факультетах. На мои слова она сделала злобную моську и начала говорить о пользе образования, уважении к преподавателям и подобной чуши. Не выдержав, я рассыпал все спички из коробки, на парту, взял уменьшенный ваббаджик и превратил все спички в золотые булавки с алмазными головками. Ох, прекрасно. С первого раза и такой результат. Мистер Поттер, у вас талант. 20 очков вдова. Сказала восхищенно Макганагал. Остальные просто посмотрели, а Гермиона раскрыла рот от шока. Остаток урока мне не мешали. Следующим уроком было зельеварение. По звонку в класс вошел, развеивая за собой мантию наподобие крыльев, мужчина лет 30. На этом уроке не будет дурацких взмахов, волшебной палочкой и глупых заклинаний. Сказал профессор зельеварение. Так вот, я не надеюсь, что вы оцените такую тонкую науку и точное искусство, как приготовление зелий. Однако тех, нескольких избранных, кто имеет предрасположение. Я постараюсь научить вас, как околдовать разум и обмануть чувства. Я расскажу, как разлить по бутылкам известность, как заваривать славу и даже закупорить смерть. Этот талант, так заинтриговать детей, мне даже стало любопытно, что профессор может. Я, не выключая музыки, повесил наушники на шею и начал ждать. Это заметил профессор. А-а-а, мистер Поттер, наша новая знаменитость, ученик из ниоткуда взявшегося факультета. Мистер Поттер, скажите, что я получу, если смешаю корень златоцветника и настойку полыни. Златоцветник имеет несколько свойств, но единственное, чем они совпадают с полынью, это успокаивающее действие. Вливая магию и усиливая их, мы получаем напиток живой смерти. Ответил я. Где, мистер Поттер, вы будете искать безооровый камень? Чего он хочет у меня добиться такими тупыми вопросами? Во внутренностях травоядного животного, а именно в козьем желудке. Какая разница между волчьей отравой и клобуком монаха? Это одно и то же растение, известное как оконит. Ответил я на последний вопрос. Похвально, мистер Поттер. Я рад, что вы унаследовали хоть что-то от вашей матери. Пять очков вдова. Так. Почему не записываем? Профессор, теперь у меня к вам вопрос. На мои слова он приподнял бровь. Как ваше имя? Вы так и не представились. По классу пробежали смешки. Тихо. Мое имя, Северусник. Кажется, я знаю, кто будет первым жрецом моего культа. Учеба пошла своим чередом. На всех занятиях я просто лежал и слушал рок. Учителя пытались поставить меня на место, но у них ничего не получалось, на все их вопросы я отвечал четко и правильно. Были черы, где нас учили правильно держать и управлять палочкой, этот урок у нас вел полугоблин. На уроках Зоти я заметил у профессора в районе головы странный отпечаток ауры, но не придал этому значения. Подумаешь, пристроил на голове что-то. Шли спокойные дни, и вот наступили уроки полетов. Нас вывели на улицу и поставили в два ряда, напротив каждого разместили метлы. Итак, класс, выставьте правую руку над метлой и скажите, вверх. Сказала преподаватель по полетам. Я, без слов, просто притянул метлу. Дождавшись, когда метлы возьмут все, мы продолжили. Теперь разместите метлу между ног и приготовьтесь к полету. Я отказываюсь. Сказал я. Что? Я отказываюсь летать на метле. Извините, профессор, но, по моему мнению, чувство, когда что-то твердое упирается между ног, отвратительно. Это может быть приятно только девушкам, но не парням. От моих слов дети покраснели, а некоторые засмеялись. Но, мистер Поттер, уроки полета обязательны в программе обучения. А зачем метлы? Для полетов. Уверенно сказала профессор. А не лучше ли использовать заклинание левитации или поднять себя телекинезом? Зачем волшебникам инструмент для уборки? Сказал я, отрываясь от земли и проплывая в воздухе. Эн, но, мистер Поттер, а как тогда вы будете играть в будущем в Квиддич? Получше аргумента найти не смогла. Кстати, о игре. Это самая тупая игра. Скажите, в чем ее смысл? Охотники забивают мечи в кольца, вратарь защищает кольца. Каждый гол это 10 очков. Загонщики стараются выбить вражеских игроков. Ловец должен поймать снич, который приносит 150 очков и заканчивает игру. МГМ, тогда бы оставили одного ловца от каждой команды и снич. Результат такой же будет, остальные игроки, массовка. Какой смысл закидывать в кольца мечи, если вражеский ловец, поймав золотой шарик, похерит все старания? Бывали случаи, когда команда, поймавшая снич, все равно проигрывала. Такие исключения всего лишь подтверждение моих слов. Их за всю историю и десяти не наберется. «Извините, я пойду, вы меня научить ничему не сможете». Сказал я, развернувшись и уходя. На следующий день по этому инциденту меня вызвал к себе директор Дамблдор. Зайдя в его кабинет, я увидел множество попискивающих артефактов, которые несли в себе смысл массовки. На жердочке сидел Феникс, местный аналог огненного отронаха. За столом сидел и сам хозяин кабинета. «А-а-а, Алдуин, мальчик мой, присаживайся, лимонную дольку!» Сказал он, протягивая мне вазочку. «Не откажусь, будете сладкий рулет!» Сказал я, доставая из сумки пакетик с десертом. «О-о-о, с удовольствием!» Сидим, молчим, он уже съел третий рулет, а я половину лимонных долек из вазочки. «Алдуин, почему ты отказался от уроков полетов?» Начал он. «Я и так летаю прекрасно и без метлы». «Да, мне говорили, но зачем ты так, как ведь дичи?» «Ты знаешь, что и твой отец играл». «Да, это, кстати, тоже причина, почему я не хочу в это играть». «Я не хочу быть таким, как отец». «Глупый, заносчивый и гордый». «Последние два пункта и ко мне относятся, но у меня есть на это право». «Хорошо, можешь идти, вот, возьми с собой лимонных долек». Сказал директор, заворачивая десерт в газету. Вечером, когда я сидел в комнате, которая давала мне все, что захочу, я ел лимонные дольки и читал газету, в которой они были завернуты. Попытка ограбления банка Грингоэс. Не так давно гоблины сообщили, что была проведена попытка ограбления одного из сейфов, который принадлежал Альбусу Дамблдору. Гоблины заявляют, что ничего похищено не было. Так, как сейф был опустошен владельцам еще давно. Вот, что заявляет на это сам хозяин сейфа. Банк, конечно, одно из самых надежных мест в магической Британии. Но я решил спрятать этот артефакт, уточнять не буду какой. Решил спрятать поближе к себе и в месте, где так же безопасно, как и в банке Грингоэс. Ну, что могу сказать? Я уже понял, что наш светлый волшебник, хочет меня заинтересовать этим делом. Подыграем ради веселья и посмотрим, что получится. Сегодня ночью я решил прогуляться по школе и переместиться ненадолго к Лиле, уже довольно долго я с ней не виделся и только переписывался. Повспоминав все, что говорил директор, я вспомнил про коридор третьего этажа, который был озвучен в первый день учебы. Пройдя по нему, открыв двери, я увидел огромного цербера. Они считаются лучшими стражами и охранниками царства Аида. По легенде, один путешественник смог пройти через него, используя арфу. Подумаем об этом позже. Выйдя с третьего этажа, я, использовав кольцо, переместился в дом к Лиле. Осмотревшись, пошел в спальню, где обнаружил ее спящий. Улыбнувшись, ложусь рядом, взяв и обняв ее ладони из-за снов. Утро началось с того, что я начал задыхаться. Открываю глаза и вижу темноту. Чувствую, что меня кто-то обнял и не отпускает. Начинаю выбираться, пара мгновений и я уже на свободе, а рядом проснувшаяся Лили, которая сонно протирает глаза и сжимает грудь, которая была в полупрозрачной ночнушке. Это ты, Алдуин, доброе утро. Доброе, мам. Я соскучился и решил навестить тебя, но ты спала. Поэтому решил просто побыть рядом. Сказал я, наблюдая, как Лили потягивается, соблазнительно выгибаясь. Стесняют меня такие мысли. Нет, у драконов с этим проще. Самок больше, чем самцов, смешение крови не мешает нам вообще. Лили первое время это вводила в ступор, но потом привыкла, да и не делали мы ничего такого, просто спали рядом. Рада, что решил навестить меня. Как школа. Обещает быть веселой. Директор, как я понял, готовит мне приключения. Решил не лезть к нему в мозги, а поиграть. Будь осторожнее и навещай меня почаще. Сказала Лили, целуя в макушку и обняв. Я ощутил тепло, которого мне не хватало с тех пор, как я уехал в школу. В голове промелькнула мысль, что это тепло может достаться кому-то еще. Против воли я зарычал, глаза вытянулись, а клыки удлинились. Что такое? Обеспокоенно спросила Лили. Я сожру его душу. Директора. Нет, того, кто будет рядом с тобой. Не думал, что такое наступит так быстро.